Воевода. Триста отважных. Героическая фантазия в двух действиях, в нескольких снах, с прологами и эпилогом. Действующие лица. Леша, Алексей. 15-17 лет, любитель рисовать граффити и компьютерных игр. Он же в снах своих Афанасий, старший сын Бабарыкина. Нина Николаевна, мать Леши. Скоморохи, первый и второй, они же играют другие мужские роли. Фёдор Афанасьевич Бабарыкин, воевода Кенишемского ополчения. Феодора, жена Бабарыкина. Фёкла, подруга и наперсница Феодоры. Силуян Татарин, лазутчик польского войска пана Лесовского. Трифон, вечный дед, пастух. Кольша, внук Трифона. Григорий Лапша, крестьянин из Решмы, ополченец. Фёдор Ремень, крестьянин, ополченец. Голова Стрельцов. Семён Радьков, Алексей Столыпин, Дмитрий Нелидов. Головы Кенишемского ополчения Бабарыкина. Степан Васильев, летописец, монах. Жёны ополченцев. Действие первое. Видеопролог первый. Наши дни. Лёша рисует на стене краской из баллончика. Его прогоняют. Рисует в другом месте. Прогоняют. Прячется за постаментом памятника Бабарыкину. Хочет рисовать на нём, но кончается краска. В расстройстве он швыряет баллончик. Видеопролог второй. Лёша засыпает, сидя за компьютером. На мониторе застывшая картина «Сражение» из онлайн-игры. Надпись «300 спартанцев. Game over». Картина первая. Первый сон Лёши. Ярмарка в Кенишме. Песни, танцы, крики зазывал торговцев. А вот у меня, подходи, смотри, купи. Изрежь, мылён, кудрявый, самолучий. Мёд, мёд, сладкий, на вкус приятный. Все сюда, здесь посуда. И оттуда, и отсюда. Живей беги, скорей бери, завтра дороже будет. А тут рыбка сушёна и солёна. Эх, хороша! Кому с добы да калачи? С пылу с жару прямо из печи. Подходи, налетай, свежее не найдёшь. И прочее. Между торгующих прохаживается воевода Фёдор Бабарыкин. Ему кланяются, в пояс угощают. Скоморохи веселят. Народ представляет чучело московского самозванца. Чучело сажают на соломенный трон. Скоморохи. А в Подмосковье самозванец. Ах-ти, ох-ти. Взад себе засунул палец. Ох-ти, ах-ти. А если яму пукнется, рассея вся, аукнется. Побивают чучело самозванца, палками приговаривая на каждый удар. Не желаешь, царь, отец, у нас мяска отведать? Тут тебе свининка есть, а вот тут говеда. Для тебя баранки есть прямо из печи. Пироги с брусникаю, с мёдом калачи. А закускаю тебе быстрые будут стрелы. Это мы пока ещё не взялись за дело. Взявши деревянные пики, колют чучело. Чучело смешно трепыхается, всеобщий хохот и радость. Скоморохи. Самозванец, пшишел-кшишел, захотел к нам встать на трон. Только рожейю не вышел. Убирайся-ка ты вон! Поднимают чучело. Самозванца на пиках несут к Волге, бросают с обрыва. Общее веселье. Картина вторая. Второй сон Лёши. Луг. В трёх-четырёх верстах откинешь мы. На кашме прямо у дорожки, посреди бескрайнего луга, Сидит стар старичок, опираясь на посох. Что-то сам себе мурлычет под нос. Появляется Силуян Татарин. Силуян, что сидишь тут, старик? Трифон, а ты кто таков, чтоб спрашивать? Силуян, я-то? Трифон, ты-то? Силуян, а вот палашом сейчас угощу. Вмиг узнаешь, кто я есть такой. Трифон, ты, мил человек, грозен, как я погляжу. Только идти я тебе не боюсь, а? Пожил я на свете белом. Уж давно в землицу пора ложиться. Только не берёт она меня. Силуян, как не берёт? Ты вечный дед, что ли? Трифон, а хаша бы и так. Шо с того? Да ты присаживайся вот сюда, отдохни. А то, я вижу, издалече идёшь. Как тебя звать-то? Грозный человек. Силуян, меня-то? Трифон, тебя-то? Силуян, Никита. Меня кличут. Иду вот с войны домой. Трифон, Никита, значит. Ну-ну, Никита. А шо ж ты пешком-то? Лошадь ты твоя. Где? Силуян, да на что мне лошадь? К чему она мне? Ногами своими иду пока что. Трифон, ха. Вот тебе, Никита, за верстук онским потом шибает. Ты, можно сказать, ещё на пригорке был. А я уже знал, кавалерия движется. Силуян, ах, хитёртый дед! Правда твоя. Только лошадь моя на поле бранном легла. Там я её и оставил. Трифон, так шо ты мне правду говори. Как тебе звать? Зачем наши края пожаловал? Силуян, ну, правду я тебе сказал. Домой, в Заречье, иду с войны. А вот ты мне скажи. Что это за обозы по той дороге идут? И в той стороне обозы я видел. Трифон, ты нехрич, что ли? Про праздник большой не знаешь. Вознесенье Господне ныне. Силуян, ох, опять правда твоя. Совсем я счёт времени потерял. Иду уже, сам не помню, сколько ден. Трифон, аж что обозы в Кенишму идут. Так ярманка там нынче превеликая. Второй день я уж тут. А они все идут и идут. Тьма народу верно будет. Ох, привесело же там. Силуян, так а ты-то что тут сидишь? Ты уже на ярманку ступал бы. Трифон, а у меня, мил человек, Важное дело тут имеется. Скот я пасу тута. Вон в той ложбинке. Всё моё важное дело кормится. Силуян, врёшь, старик, ты тута? А скотина там, а в ложбинке? А ну, как зверь какой полакомиться, Ею задумает. Трифон, ага, вот и вижу я, Что ты нашего пастушеского дела не изведал. С молодых копыт Скотина моя к посвисту маму приучена. Как свистну, так сама в стадо, Собирается. К тому ж скотина моя, Во-первых, там не одна, А с внуком моим кольшей. А во-вторых, скажу тебе, Шо это дело не твоего ума, Потому как вижу я на тебе, Кафтан не нашенский, Это будет раз. Колчан при тебе со стрелами, Де лук, Это два. Сабля на боку болтается, Это три про конский пот, Я тебе уже сказывал, Это четыре будет. А в-пятых, Узнал я тебя, Никакой ты не Никита. Силуян, Ах, ты сморчок поганый, Так и я ж тебя тоже узнал, Сразу узнал. Ты-ка вот знай же, Там, В верстах в восьми К заходу от Седова Лагерь стоит, Идет на твою кенешму Сам пан Лисовский С превеликим войском В три тысячи конных допеших, И горе будет тому, Кто против него станет. И спасибо тебе, Что про обозы мне И про ярманку все поведал. Будет Лисовскому чем поживиться, Ох, будет! Трифон, Ах, ты бусурман, Супасток примерский! Поднимается, Замахивается посохом, Силуян пронзает его саблей, Трифон опускается на колени, Валится на бок, Затихает. Силуян сплевывает сквозь зубы, Скрывается, Появляется кольша. Дедушка, вставай, Пошли скотин собирать, Свести давай. Слышь меня! Дед, что с тобой? Деда! Трифон, беги, малец! Куда бежать, деда? Зачем? Свести давай! Белянка, слышь, далеко ушла, Звать ее надо. Что с тобой? Вставай! Трифон, не встать мне уже, Кольша! Убили меня! Кольша, ты что говоришь, деда? Как убили? Ты же вечный! Вставай! Трифон, послушай меня, Запомни и сделай, как я скажу. Сделаю, только вставай! Не перебивай, деда! Умираю я и спорить с тобою. Нету сил у меня. Дедушка, миленький мой, Не бужай меня и не умирай, Пожалуйста! За молчание, слух! Силы меня покидают. Слухай меня. Беги. Беги домой. Беги. Беги, что силы будут. Скажи Федору Бабарыкину, воеводе, скажи. Поляки с литовцами идут. Поляки с литовцами идут, грабить и убивать. Большим числом идут. В десяти верстах от города лагерь их. Там, на заходе, Три тысячи конных и пеших Ведет пан Лисовский. Накинешь ему! Ой! Не вынести мне! Ой, не вынести печет! Болит! Помочь ты мне должен! Залей мне в рот из баклажки, Эфта, и все, что в ней будет! Показывает Кольша баклажку. Боль утихнет, и уйду я с миром! Кольша. Нет! Не могу я! Делай, как сказано! Ну, время мое уходит! Кольша выливает из баклажки В рот ему несколько капель жидкости. Вот. Отхожу я. Ноги холодеют. Теперь слушай скорее. А еще Федору скажи, Убил меня Силуян, Которого татарином кличут. Узнал я его. По голосу и по обличию узнал. Он вор. И предатель. Зато он меня и убил. Скажи. Затихает Кольша. Дедушка! Не умирай, я боюсь! Осторожно кладет под голову деда тряпицу. Закрывает ему глаза. Вытирает слезы. Грозит кому-то кулачком. Силуян, собака! Видел я тебя! Хоть издалека видел, Но узнаю я тебя. Слышишь, деда? Я знаю, кто тебя убил. Я найду его! Отступает от деда, Потом поворачивается И бросается бежать. Появляется Силуян, татарин. Пинает деда ногой. Сплевывает. Этот уже никому ничего не скажет. А вот про пацана я чуть не забыл. Осматривается. Ага! Вон он! Бежи, бежи! Не убежишь от меня! Снимает с плеча лук, Вынимает из колчана стрелу. Стреляет! Сплевывает. Вот и все. Снять бы с тебя шкуру, собака! Да пан Лисовский ждет меня. Ладно, тут и подохнешь. Хочет уходить, но останавливается. А что, ежели мне в кинешму Заклинуть на ярманку? Да поглядеть велика ли? Хороша ли добыча будет? Ай, верно! Из заплечного мешка вынимает Иноземный кафтан И меняет свой кафтан на этот. К Лисовскому я Апосля Поспею. Сплевывает. Уходит. Затемнение. Картина третья. Наши дни. Нина Николаевна видит сына Спящего за компьютером. Опять. Ух уж эти мне игрушки. Триста спартанцев. Как будто наших родных игрушек нету. Все их на иностранное тянет. Неужели у нас своих героев мало? Пробует разбудить сына. Леша, раздевайся, ложись нормально. С трудом поднимает сына. Со стула ведет к кровати. Давай, раздевайся. Леша в полусне. Нужно мне. Нина Николаевна. Нужно, нужно. Опять за компьютером уснул. С геймерами своими посетив Буржуйскую эту ерунду рубился. Леша, мама, ну это не ерунда. Сладко зевает. Нина Николаевна, выключай его. Слышь меня. Леша, ага. Слышу. Сладко зевает. Нажимает кнопку питания. Компьютер выключается. Бабарыкину сказать нужно. Нина Николаевна, ты уже бредишь? Доведут тебя эти игрушки до психушки. Снимай куртку. Леша, мама, ну какие игрушки? Поляки идут. Три тысячи. Нина Николаевна, ладно, ладно, ладно. Ладно, давай, давай, ложись. Леша, даю, ложусь. Укладывается и мгновенно засыпает. Нина Николаевна, господи, горяшка мое, геймер, поправляет сыну одеяло. Кто эти игрушки только придумал? У нас вот ничего этого не было. И что? Выросли нормальными людьми, а эти как с ума посходили. Интернет этот. Да нет, может, он и полезен. Рассматривает футболку сына. Ах, это надо стирать. Даже представить не могла, что рожу геймера. Спи, сынуля, спи. Затемнение. Картина четвертая. Третий сон Леши, похожий на явь. Леша ворочается во сне. Что-то бормочет. Появляется Кольша, раненый стрелой вбок. Одежа его разорвана в клочья, в крови. С трудом бредет, спотыкаясь на каждом шагу. Валится с ног, его бьет озноб. Леша поднимается на кровати. Кто здесь? Видит упавшего. Ты кто? Эй, чувак, ты чего здесь? Слезает с кровати, натягивает спортивные штаны в руку, как оружие берет кроссовок. Подходит осторожно Кольша. Что с тобой? Видит стрелу. Нифига себе! Скорую надо вызвать, что ли? Кольша, он дрожит, слабо. Бабарыкину надо скорее. В верстах в десяти три тысячи поляков лагерем стояли. Сейчас уже по динокинешьму идут. Море крови будет. Леша, ты, главное, не волнуйся. Я сейчас скорую. Кольша встрепенувшись. Да, да, скорее нужно. Вглядевшись. А, Афанасий, прости, не различил я тебя, а одежа твоя попутала. Отцу своему передай. Леша, передам, передам. Ты только успокойся. Тебе нельзя волноваться. Звать-то тебя как? Кольша пытается встать на колени. Неужели не узнаешь меня? Кольша. Кольша я. Трифона, вечного деда, внук я. На коленях молю тебя, Афанасий. Скорее, к отцу твоему поспешать надо. Ты помог бы мне, а? Помоги только. Я сам дойду. Хочет подняться. Леша невольно помогает ему встать на ноги. Леша, да куда, ну куда ты пойдешь? Ты же, кажется, раненый. Кольша, а ты меня проводи. Давай вместе пойдем. Я тебя вот так за плечо обойму. А ты меня... Ой-ой-ой. Леша, ага, пойдет он. Как же. Ложись сюда вот, указывает на кровать. Лежи тут. Я сам схожу, найду кого надо. О, попал. Сереге расскажу. Сдохнет от зависти. Кольша. Не могу я лежать, Афанасий, когда такая беда к нам идет. К отцу твоему, Федору Афанасичу, к воеводе нашему, нужно мне. Помогай. Да пойдем живее. Решительно делает несколько шагов. Леша невольно следует за ним, поддерживая раненого. Ты меня под руку подхвати. Так ловчее будет. Леша. Подожди. Ты весь дрожишь. Накинь хоть одеяло сверху. Согреешься. Срывает с кровати одеяло. Укрывает им коршу. Бежать не надо. Надо потихоньку. Главное, не волноваться. Мама мне так всегда говорит. Пристраивается, чтобы было удобнее вести раненого. Оба потихоньку двигаются к выходу. Кольша. Господь не забудет доброту твою, Афанасий. Я за тебя до гроба молиться буду. Матушке своей поклонись от меня в ножки. А батюшке твоему нужно сказать, Леша, да не переживай, не переживай. Дойдем сам ему все скажешь. Кольша внезапно останавливается. Подожди. Тяжко мне идти. Помираю я, кажись. Силы тают, покидают меня. Не могу больше. Леша, ну, 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 ты чего это, герой? Что это ты придумал? Помираю. Кольша медленно опускается на пол. Слушай меня, Афанасий. Идти дальше нет у меня мочи. Ты, ты уж сам поспешай скорее к Бабарыкину, отцу своему Федору Афанасию. А я здесь полежу, отдохну. Скажи ему, что деда мне велел сказать. Поляки с литовцами идут грабить и убивать. Большим числом идут. Три тысячи конных и пеших ведет бич божий, пан Лисовский, на Кинишму. Лагерь их в десяти верстах от города на заходе. А еще скажи, Силуян, которого татарином кличут, убил деда моего, вечного деда. Бабарыкин его хорошо знает. В соседстве мы с вашим семейством. Узнал дедушка мой Силуяна. По голосу и по обличию узнал. Силуян вор и предатель. Зато он деда и убил. Скажи. Со стоном валится на бок. Леша в сторону. От подстава так подстава. Эй, парень, ты не того. Не вздумай мне здесь, а. Кольша! Кольша слабеющим голосом. Беги, Афанасий, времени нет уже совсем. Помираю. Впадает в забытье. Леша. Куда бежать-то? Слышь меня! Трясет его. Где мне искать Бабарыкина? Кольша молчит. Ммм. Не слышит. Откуда-то доносится шум многих голосов, выкрики, хохот. Оба-на! Туда, наверное, надо. Там у людей узнаю про Бабарыкина. Скрывается. Картина пятая. Бабарыкин собирается товарищей. Ярмарка. Подвода, с которой торгует Григорий Лапша. Появляется Бабарыкин. Григорий ему кланяется в пояс. Здравствуй, Федор Афанась. Что-то ты долго ко мне не шел. Я уж думал, вовсе не заглянешь. Бабарыкин, здравствуй, Григорий. Ну, дел много нынче. Видишь, народу сколько понаехало. Тот глаз да глаз нужен. Не случилось бы чего. Сам понимаешь, должен соблюдать. Григорий. Да ты на мои слова не обижайся. Лучше глянь ты, посмотри. Красотища какая! А! Показывает товар. А? Это не то, что у этих заволжских. Бабарыкин. Вижу, вижу, знаю. Товар у тебя наилучший. Только ты вот мне что скажи. Готов ли ты по моему слову на вора выступить? Григорий Лапша. Обижаешь, Федор Афанась. Зачем ты мне такие слова говоришь? Не, что ты меня не знаешь. Да мышь. Да мышь с тобой плещаево собаку предателя под Даниловым. Ха-ха-ха! Побили знатно. Григорий Лапша. Григорий Лапша. Я оставлю. Федор Афанась. Григорий Лапша. Григорий Лапша. Хватит пустыми словами воду толочь. Вот я что подумал. А что ты про Федора скажешь мне? Он-то с нами или... Григорий, это который Федор? Щербатый, что ли? Бабарыкин. Ну, а какой же еще? Федор, ремень? Григорий. Этот с нами, Федор Афанась. С нами. С кем же ему еще быть, как не с нами? Ха-ха-ха! Мимо, подвязав лицо платком, словно зубы болят, надвинув шапку на глаза, проходит Силуян. Приостанавливается, словно разглядывает товары. Уходит. Бабарыкин. Хороший ведь он охотник, так? Григорий. Да лучше его, пожалуй, я никого и не знаю. Он как зубы свои с дробью выплюнул, так утку с того дня пулей в голову берет, слышь? Ха-ха-ха! Утку пулей в голову! Ха-ха-ха! Бабарыкин. Слушай, Григорий, а скажи-ка ему, чтобы он позвал своих же охотников? Человек бы с дюжину, а? Как думаешь, придут? Силуян проходит в другую сторону, словно выбирая товары. Григорий, почесав в затылке. Отойдем-ка, Федор Афанась, потолкуем в сторонке. Неровен час, наушник какой тут бродит, а мы тут с тобой. Отходят в сторону. Прийти-то верно и придут. Кузьма с ним будет, это точно. Миронка была. Еще Никифор с братом. Ну, это которые на хуторе дом нонче рубят. Василий Верста, опять же, да Фома. Ну, еще кто, ну, кого я не вспомнил. Да только ружьецо-то у них одно на травях, а то и того нету. Народец-то все больше бедняцкого нашего круга. Они, понимаешь ли, из него по очереди охотятся. Бабарыкин, про ружьецо это пусть не его забота будет. Лишь бы он еще людишек в ополчение позвал. А ружья это по моей части будут. Григорий, вот и выходит, значит, Федор Афанась, что ты уже почти собрал войско. Бабарыкин, эх, твоими бы устами, Григорий, да мед бы пить. Ну, какой-то там собрал. Костромские лишь дворяне пришли. Нелидовы, Радьковы, Полозовы с людьми своими. Только вооружены больше булавами да секирами. А мне стрелки нужны. Стрельцы, лучники, пищальники. Да еще, понимаешь, антиллерии у меня нету. Беда без антиллерии ныне. Беда, коли нет ее. А твои-то, Решемские, что? Что? Придут, коль позову. Григорий, не сумлевайся, придут. Да многие уже здесь. На ярманку с товарами прибыли. И их только сейчас скажу. Оружие с собой взяли. Егор-то Турунтаев, ну, ты знаешь его. Еще третьего дни принес свой топор соседу-плотнику. Чтоб сделал топорище длинно, дабы сражаться было удобнее. Ты ж сам сказал, что супостат-то недалече. Может, бродит. Случай что, так мы уж будем готовы. Бабарекин. Вот это вы того молодцы. Зато тебя и людей твоих я всегда отличаю. Григорий. А еще знаешь, кого я видел? Степана Васильева из Луха. Шо грамоте обучался у игумена Ферапонта в Тихоновой пустыне. На ярманку он знать пожаловал. Парнишка бойкой. Смышленой, опять же, грамоту знает. Очень наможет в ополчении пригодным быть. Бабарыкин. Не знаю я его. Но если ты такие слова про него говоришь, то, как знать, может и пригодится. В деле военном не только саблями махать нужно. Учет тоже дело не последнее. Поименные списки составить. Да летопись дел ратных опять же. Да, мало ли чего. Вбегает Леша. Мечется, не зная, к кому обратиться. Бабарыкин замечает его. Ты чего? Дело какое? Чего мнешься, словно обделался? Леша. Я это... Ну, Григорий. Афанасий. Ты не того, не этого. Ты отвечай отцу, когда спрос есть. Леша. Да мне Бабарыкина надо, Федора Афанасия. У меня важное дело. Григорий начинает хохотать. А Бабарыкин мрачнеет. Григорий. Ой, насмешил ты меня, Афанасий. Слышь, Федор Афанасий, наследник-то твой. Бабарыкин. Замолчи, Григорий. Слышь. Замолчи. К Алексею. Ну-ка, домой ступай. Бегом. Там я с тобой поговорю. Леша сообразил. Нет. Послушайте. Э-э-э. Отец. Там... Бабарыкин. Что? Хватает его за ухо. Я тебе покажу, как отца позорить. Я тебе устрою выволочку. Тащит его в сторону. К матери пойдем. Григорию. Торгуй, Григорий. Да только о том, что видел, слышал, не сказывай никому. Срам-то какой на мою голову. Наградил меня Господь сынком. Леша. Юродивый ты у меня. Вот видит Господь. Юродивый. Григорий Лапша. Не серчай, Федоров Инащ. Наследник твой пошутить просто-напросто хотел над нами. Алексею. Ведь правда, Отрак? Ты ж просто пошутить хотел. Скажи отцу, успокой родного. Бабарыкину. А видеть, слышать я ничего не видывал. И не слыхивал. Алексею. Ну, что ты молчишь? Леша. Тайна у меня превеликая. Вот только отцу скажу. Самому Федору Афанасью. Григорий. Эш ты, каковский. Тайна, говоришь? Ладно. Ну, прости меня, если чем убедил. Федор Афанась. Тык я уже к своему товару. Уходит. Бабарыкин. Ну, шутник. Поспешим до дому. Откроешь мне свою тайну. Темнота. Картина шестая. В доме Бабарыкиных. Феодора. Слышь, Феклуша, что-то неспокойно на сердце у меня. Фекла. Ну, что ты, подруга. Вон какая ярманка нонче. Разгульная. А скоморохи-то, скоморохи. Срам сказать, как самозванца представляли. Ох уж я смеялась, смеялась. Чуть живота не надормала. А пели-то они так складно да забавно. Феодора. А ты там на ярманке Федора Афанасья не видала? Фекла. Ну, как не видать? О, видала. Он такой приважный такой муж твой. Вроде как прогулку делает. А сам глазами зырк-зырк. Ишит. Ишит все. Кого бы еще в ополчение позвать? Феодора. А ты откуда про ополчение знаешь? Фекла. Ой. Да что ты? Кто же у нас про ополчение-то не знает? Да всякие нишма об этом только и толкует. Мужики, которые, те слышь, промеж собой все про ружья, да про бердыши там какие-то всякие разговоры ведут. А девки все больше про то, как мужика-то видного завлечь. Феодора. Страмница ты, как есть страмница. Ведь как это завлечь? Ведь ты ж... Где ж такое видано? Фекла. Да короток век-то наш бабей. Кто пару себе не найдет до сроку, тому и куковать век в девках. Ой. Вспомнила еще. Ни в жизнь тебе не угадать, кого на ярманке видала. Феодора. Кого? А вот угадай. Попробуй. Феодора. Ладно тебе загадки загадывать. Говори давай. Фекла. Силуяна видала. Феодора. Это которого Силуяна? Фекла. Того, что татарином кличут. А что это ты всполошилась? Кольнула где, что ли? Феодора. Нет, нет, нет. Ничего, так, померещилась. Фекла. Съела, видать, что-то. Вот и померещилась не весь что. Феодора. Ладно тебе, пужать-то меня. Сказывай дальше. Фекла. Так года два его не было видно в наших краях. Ах, вот уж видный мужчина, так видный. Весь такой приоружии. Только кафтан чудной какой-то. Не понять, служивый он, аль военный. Ну, чудной, словом. А шапка смеховой с оболей опушкой. По лику прям витязь былинный. Только зубами, видать, мучается. Платком подвязан. Феодора. Правду говоришь. Года два, аль даже три прошло, как бывал он у нас. И что ж ты с ним говорила? Фекла. Так не говорила. Он меня не спознал. Глянул только мельком и поспешил куда-то с ярманки. Хмурый такой был, невеселый. Зубная-то болезнь, дело известное. Видать, к знахарю поспешил. А может, что ему не понравилось? Феодора. Надо Федор Афанасьчу про Силуяна-то сказать. Силуян лихой, воин. Его бы в ополчение к Федору Афанасьчу, да сотником поставить. Дело было бы. Фекла. Правда твоя. Придет Федор Афанасьч, так я ему сразу и скажу. Феодора. Не идет он что-то долго. Как с Зорьки на ярманку вышел, так и нет его. Неспокойно на сердце у меня. Фекла. Да что с ним случится, может, на ярманке? Он свое дело хорошо соблюдает. Потому как он у тебя воевода. А не смерть какой, не холоп. И забот у него, что звезд на небе. Феодора. Да знаю я все это, хорошо знаю. Федя мой он такой. Только все равно тревожит меня что-то. А что, сама не пойму. Знаешь, вот здесь вот сжимается все, ноет и словно огнем печет. У меня в детстве такое было. Фекла. Да что ты? Расскажи. Феодора. Перед тем, как батюшка мой отошел ко Господу нашему, было такое. Он ведь не хворал, не жаловался ни на что. Жил себе, дорадовался. А я однажды такое же вот почувствовала. Знаешь, вдруг, без причины какой, батюшка в тот день в палате заседал. Мы с матушкой и сестрицей дома сиживали. Матушка нас уму-разуму учила. Вот она учит, а у меня вот так же вот ноет и ноет. И печет, и печет. Сначала матушка велела отвару выпить, потом меду с молоком. А оно печет и печет, и ноет, и ноет. Потом матушка девку кликнула, велела лекаря звать. А как девка ушла, тут и батюшку принесли. Неживого уже. Фекла. А-а-а! Феодора. А я, как увидала его, так сразу и поняла, К чему это у меня все сжимало, доныло? А как поняла, тут и чувствие лишилось. И почти три дни без чувствия была. Думали, что тоже в бозе почила. Вот и нынче. Но так же у меня. Фекла. Ну что ты за страсти рассказываешь, подруга моя? Феодора. О! Кальнула даже. Фекла. А я вот что думаю. Не нас на сях ли ты? Вот и ноет у тебя. И сжимается. Феодора. Не знаю. Кажись, нет. Фекла. Можешь послать кого за Федор Афанасьевым, А то и правда долго что-то он там проклажается. Феодора. Давай-ка лучше на воздух вместе выйдем. Тесно мне. Душно. Может, на вольном воздухе полегчает. Посмотрим на скоморохов. Уж больно ты расхваливала их. Мне тоже захотелось взглянуть. Уходят. Темнота. Картина седьмая. Луг недалеко от кинешмы. Трифон, вечный дед, начинает шевелиться на кошме. Пытается приподняться. Охает от боли. О, тяжко-то как. Врут люди. Вот мучился, говорят, когда помер. А нет. Помирать тяжко. Куда им-то я, интересно, попал? Не видать ничего. Пробует приподняться. Коль, ша. Эй. Эй. Кажись, что ли, на небесах я. Только понять не могу, почему темно. Хоть глаз выколи. Где ж сиянье-то божественное? Где души светлые? Эй. Люди. Есть тут кто? А? Ощупывает все вокруг себя. А, интересно. Тут, а значит, тоже трава растет, как у нас. О, и кошмар со мною сюда переехала. Интересно. Берет щепотку земли, пробует на вкус. И подумать не мог, что на небесах такая же земля, как у нас. Суглинок. Опять интересно. О, смотри. Глаза открыты, а кругом темно. Рука у самого лица. А не вижу ее. Не очень-то похоже это на небеса. Игумен Пафнутий другое про них сказывал. И в книгах опять же другое описано умными людьми. О, ветерок задуват. Аромат цветов опять же, травы луговой. Конский топот слышу вдалеке. Нет. Не небеса это. Опять ты не взял меня, что ли? Взять не взял, а зрение хлузного лишил. Слышь меня, отвечай. За что мне такую великую муку даешь? Валится на кошму, стучит руками. О, горе мне, горе! Горе превеликое! Вдруг затихает, поднимается на колени. О, понял я твой умысел, господи! Прости меня за слова мои глупые. Благодарю тебя за дар твой пребольшой. Зачем мне зрячему быть? Обмануть могут глаза на личину приятную купившися. А душа не обманет. Душа завсегда настоящее лицо увидит, распознает. И под лица распознает. И вора истину укажет. Спасибо тебе, господи! Спасибо тебе! Укажи только, как же ж домой-то мне дойти? Где он? Дом мой! В какой стороне? Кольша! Внучек! Помоги мне! Укажи дорогу! Не отзывается. Далеко, видать, убежал. Уж верно, в самой кинешме. Спасибо тебе, господи! Направил! Указал путь! Где же то мои буренушки? Свистит. Потом еще раз. Вдали слышно мычание. Иду, иду, хорошие мои! Иду, родимые! Домой вы меня приведете За хвосты ваши держаться буду, Коленоправление потеряю! Уходит, опираясь на палку. Затемнение. Картина восьмая. Ярмарка. Скоморохи поют и пританцовывают, Представляя понтамиму. Среди зрителей силуян. Зрители, в основном женщины, Живо реагируют. Скоморохи. И за шведские, и за литовские, И земелюшки Выезжает ворсобачушка на добром коне. А на добром коне, Во чисто поле, Становился ворсобачушка Под столицей. А под столицей В славном рубеже Он расставливает Белтонкий шатер, Расстилает вошь от реки Шелковой ковер, Рассыпает на коврике Золотые бобы. По бобам стал ворсобачушка Угадывать. Не казнят-то нас И не вешают. Уже много нас Жалованием жалуют. Садился ворсобачушка На добром коня. Он поехал ворсобачушка Во чисто поле. Появляется Федор Ремень. Федор, Которые тут вополчение Желали, Отзовись. Голоса не мешай. Побожди чуток, Дай послушать. Ты что за командер? Федор, Бабарыкин воевода зовет. Ай да за мной, Не мешка я. Голоса. А что случилось, А? Зачем мы ему? Федор Ремень. Вот там и узнаете. Ай да. Уходит. С ним уходят мужчины. Силуян незаметно исчезает. Первый скоморох, Сбрасывая одежи скоморошьи. Походи, Федор, Я тоже с тобой. К товарищу обращается. Ты уж за меня допой как-нибудь. Тут, видишь, какое дело. Бабарыкин зовет. Знать неспроста. Второй скоморох, Погодь, а как же я? Один-то без тебя спою. Первый скоморох, А как мы договаривались с тобой Третьего дни? Выкидывай все, Оставляй главное, Чтоб покороче было петь. Потом одежи собирай все, Складывай и двигай в кострому. Там я тебя найду. Ну, если жив буду, найду. А пока Прощавай, дружи, Обнимаются. Первый скоморох убегает, Второй скоморох, Подумав, Поиграв бубном, Продолжает песню. Он поехал, вор собачушка, Во чистое поле, Из чистое поле, Вот царев дворец, Подъезжает он к цареву дворцу, Приезжает он на широкий двор, Слезает, вор собачушка, С добра коня. Он своего коня Не привязывает, Не привязывает, Никому не приказывает. Выходил же вор собачушка На красен крылец. Он самим буяром да не кланяется, И самой да государыне Челом не бьет. Он садился, вор собачушка, За дубовый стол. Вынимат, вор собачушка, Ярлыки на стол. По ярлыкам, вор собачушка, Стал расписываться. Я самих же толбояр Во полон возьму, А самою царицею Обвенчаюся. Затемнение. Картина девятая. Наши дни. Нина Николаевна Заходит в комнату Леши, Кровать в беспорядке, И сына нет. И что бы это значило? Опять в ночной клуб сбежал. Господи, беда мне с ним. Геймер. Входит Леша босиком, Почти спит на ходу. Фу, как ты меня напугал! Где ты был? Где? На кухне был. Пить захотелось. Мама, Мне такой сон приснился. Обалдеть! Расскажу, Не поверишь. Ладно, ладно. Два часа ночи уже. Тебе завтра надо... Леша, завтра воскресенье, мама. Могу спать, сколько хочу. Ты сама-то чего не спишь? Нина Николаевна, Тебе-то зачем это знать? Мало ли чем взрослые могут по ночам быть заняты. Леша, знаю я, чем ты по ночам занимаешься. С Натусенькой своей, подружкой. Болтали, наверное, три часа. Все, работу ищите, чтобы денег больше платили. Нина Николаевна, Не твое это дело, говорю. Ложись давай, доспи. Леша, ага. А ты опять до утра будешь по телефону с ней болтать? Объявления разные искать в интернете. Нина Николаевна, Все! Закрыли тему. Ложись! Укладывает его в постель. Накрывает хорошенько одеяло. Сама пристраивается на краешки. Ты уже большой. Понимать должен. Маме, чтобы тебя содержать, обувать, надевать, Сейчас больше требуется. Мы-то росли как? Я за сестрой вещи донашивала. Про туфли модные даже не мечтала. А вам теперь эти айпады подавай, Кроссовки со светящейся подошвой. Родителям сейчас, ой, как трудно. При нашей-то зарплате. Что? Ты думаешь, только твоей маме трудно? Всем сейчас трудно. Завтра вот в магазин пойду или на рынок, Снова ползарплаты оставлю. Вот так пойдешь, Вроде ничего не купил, А в кошельке опять пусто. Вот будет у тебя своя семья когда-нибудь, Ну, тогда поймешь. Ведь будет же у тебя когда-нибудь семья. Рано, конечно, тебе пока об этом думать. Но будет. А мне из вашего класса девочка одна нравится, Светлана, кажется. Ты посмотрел бы на нее повнимательнее? Хорошая девочка. Подружился бы ты с ней, а? Или вечно с мамой жить думаешь? Леша, слышь, что говорю? А, спит уже. Ну, спи, спи, роднолька моя. Единственный мой. На цыпочках уходит, Стараясь не шуметь. Гасит свет. Картина десятая. Похожий на правду сон Леши. Военный совет. Бабарыкин Алексею Афанасью. Теперь всем скажи, что мне сказывал. Да не робей, говори громко. Леша, велел мне Кольша, внук Трифона, Это которого вечным дедом кличут, Сказать велел. Поляки с литовцами идут грабить и убивать. Большим числом идут. Три тысячи конных и пеших Ведет бич божий пан Лесовский на Кинишму. В десяти верстах еще утром лагерем стояли. А еще Кольша велел сказать. Силуян, которого татаринам кличут, Убил вечного деда. Алексей Столыпин оглядывает всех тревожно. За то, что дед узнал его. По голосу и по обличию. Силуян вор и предатель. За то он деда и убил. Бабарыкин, все слышали? Или повторить? Что молчите, други мои? Не ожидали такого коварства? Я тоже не ожидал. Только от этого не меняется ничего. Судьба нам была с Лесовским встретиться. Что через месяц, что сейчас. Все едино. Что ж молчите вы, Алексей Столыпин? А сам-то Кольша где? По что не явился? Или боязно ему? Бабарыкин Алексею. Говори, Афанасий. Ответ свой. Леша. Кольша стрелой ранен. Вбок. Там лежит. Хотел я его на себе принести. Да он больно плох. Просил оставить его. Не тревожить. Его бы к лекарю надо. А то, боюсь, помереть может. Бабарыкин идет к двери. Открывает ее. Афанасий, бери двоих-троих. Ступайте, да бегом несите Кольшу к лекарю. Покажешь, где ты его оставил. Да смотри. Поберегите его. Он живой, нам да здоровый нужен. Он свидетель важный. Понял? Леша. Понял. Постараюсь поскорее. Уходит. Бабарыкин. Лазутчиков бы нам выслать на разведку. Алексей Столыпин. Я своих двоих пошлю. Они за Афанасием твоим до Кольши доедут, а там и разузнают. Все и разведают. Бабарыкин. Добро. Делай. Алексей Столыпин выходит. Семен Радьков. Я своих тоже послать могу. Бабарыкин. Останься. Ты здесь мне нужен. Ждать нам лазутчиков не резон. Готовить надо наступление на вора Лисовского. Да оборону продумать. Федор Ремень. Ты где? Федор. Тут, а я. Воевода. И стрелки со мной. На дворе ждут. Бабарыкин. Приближься. Приближься ко мне, Федор. Ты, Федор Пищальников, да Лучников, вперед поведешь. Станете на Лухском тракте у излученной кенишемки. Ну, знаешь где. В три шеренги пищальника поставишь. Лучники за ними. Слыхал, поди, как гешпанцы делают? После выстрела первая шеренга отходит назад, чтобы перезарядиться. Вторая, третья вперед выступают для залпа. Ну, мы ж не глупее гешпанцев будем. Понял хитрость мою? Федор Ремень. Как не понять? Сделаем. Столыпин возвращается. Подает знак. Бабарыкин в ответ кивает. Бабарыкин, Федору, много вас? Федор Ремень. Да дюжин пять будет. Бабарыкин, маловато. Дам тебе еще три дюжины. Подходит к двери, обращается ко всем ополченцам. Други мои, кто Пищаль, а ли лук со стрелами держать может? Кто этой премудрости обучен? Выходи вперед. Звук многих шагов, голоса. Я могу, меня возьми, я тоже, ну и тому подобное. Федор, бери три дюжины. Ступайте в арсенал, доключнику скажи, пусть дает все, что нужно. Воевода приказал. Да смотри, хорошо, что порох сухой был. Да стрелы востры. Ступайте, не мешкая. Федор уходит. Ты, Семен Радьков. Ты, Алексей Столыпин. И ты, Дмитрий Нелидов. По полусотне берите с собой. Я свою полусотню в середке поставлю. Ты, Семен, и ты, Алексей, по краям от меня. А ты, Дмитрий, со своей полусотней засадным полком будешь. Дмитрий Нелидов. Маловат больно полк. Бабарыкин. Знаю, что маловат. Но уж какой есть. Дмитрий. Да что ж за полк это? Полусотня человек. Бабарыкин. А ты, Дмитрий, не людей считай. А отвагу их считай. Злобу да бесстрашие. Потому как сомнет Лисовский первые ряды наши. Тут вы и грянете на врага. Всей отвагой своей да злобой. По свисту моему грянете. Григорий Лапша. А мне-то что скажешь, Федор Афанась? Бабарыкин. А ты, Григорий, со мною будешь. И ежели поду в битве, то примешь на себя все, что дальше станется. По воле Господа. Ты свистеть-то не разучился? Григорий. Нет, что? Могу. Свистит в два пальца. Бабарыкин Дмитрию. О! Вот таков тебе сигнал будет от меня или от Григория. Дмитрий. Воевода! Ну дай мне хоть еще дюжину. Бабарыкин. Дал бы! Да нету! Думаю, что тебе и полусотни много будет. Даю тебе из полусотни три дюжины. Нелидов скидывает руками, хочет протестовать. Молчи, Дмитрий! Лучше молчи! А то скатертью дорога. Ступай себе с миром. Никто тебя не неволит. Дмитрий. Не обижай меня, Федор Афанась. Я ведь не за тем, чтобы прогонял ты меня. Просто думаю, что свежих сил должно быть поболее. Как устанете вы, да полягут многие. Возрадуются враги, близка, мол, победа. Вот тут-то мы и встанем тучою и двинем на них, как ты сказал, всей отвагой своею. Бабарыкин. А? Что думаете, головы мои? Прав, Дмитрий? Или я, может, прав? Семен Радьков. Не серчай, воевода. Уступи Дмитрию. Пусть по его слову будет. Вот моей полусотни даю ему дюжину. Григорий Лапша. Право слово. Федор Афанась, послушай, Дмитрия. Дело он говорит. Моих решемских пусть тоже дюжину возьмет. Семен Радьков. Алексей. А ты что молчишь? Алексей Столыпин. А что я? Я, как все, тоже дюжину Дмитрию дам. Бабарыкин. Вот значит как. Ну, ладно. Бери, Дмитрий, и моих людей дюжину. Но смотри. Не уплошай. От тебя зависеть будет вся битва. Что скажете, други мои? Дмитрий. Не сомневайся. Федор Афанась. С дюжим. Алексей. Не подведем. Семен Радьков. Выстоим. Григорий Лапша. Поборем супостата. С Божьей помощью. Затемнение. Антракт. Продолжение следует.